В этом году в сельское хозяйство Казахстана привлечено 206 миллиардов тенге инвестиций. Четверть из этой суммы на счету североказахстанцев. Инвесторы активно вкладывают деньги не только в новые, но и в простаивающие предприятия. Ирина Панфилова продолжит тему. Местнополянский завод по ремонту сельскохозяйственного оборудования простаивал порядка 10 лет. Ситуация изменилась после прихода нового инвестора. Обновили оборудование. Сейчас здесь 35 рабочих и полный портфель заказов. Обращается не только наша область и Казахстан. К нам приезжают, в Сомской области. Если раньше мы ремонтировали только отечественные трактора, комбайны, то сейчас мы уже ремонтируем зарубежную технику, узлы, агрегаты. Кое-что изготавливаем даже сами. В этом году в Таиншинском районе намерены запустить три простаивающих предприятия. Уже заработала птицефабрика. На очереди свинокомплекс и знаменитый завод по выпуску биоэтанола для Павлодарского и Шимкенского нефтеперерабатывающих заводов. Всего с начала 2017-го в район поступило 11 миллиардов тенге инвестиций. Самый крупный в Средней Азии мясокомбинат, который на территории района, тоже идет работа по поиску инвесторов. Все эти простаивающие предприятия, которые будут запущены, даст большой потенциал экономике Таиншинского района. В частности, это появятся дополнительные налоги, рабочие места и, естественно, инвестиции частного капитала. В аграрный сектор Казахстана в этом году привлекли 206 миллиардов тенге инвестиций. Четверть пошло на реализацию сельхозпроектов в Североказахстанской области. За последние два года на севере страны запустили 15 простаивающих предприятий. Из них три заработали в этом году. Теперь в планах североказахстанцев реанимировать еще пару производств. Это позволит в разы увеличить экономический потенциал региона. Ирина Панфилова, Руслан Алиев, Тулеген Иманов и Дмитрий Рура. Итоги дня. Североказахстанская область.